за вас дорогие друзья на вкусно клёво мягко друзья всем огромный привет вы на канале ранчо у сэнчо сегодня блюдо казан кебаб это блюдо для новичков это блюдо год кто приобрел казан советую приготовить казан кебаб потому что казан кебаб получится просто у любого человека это очень простое блюдо но очень вкусное кстати наверное я вот не помню но когда я приобрел казан по-моему я с этого блюда точно так же и начинал друзья казан кебаб сегодня готовлю из курицы погнали давайте же посмотрим что у меня на столе я взял голень и бедрышки по одной подложке требуется немного лука достаточно много картофеля все в описании будет расписано а также понадобится зира соль сахар для маринования лука черный перец и кориандр все по специям здесь больше ничего нет то есть это очень элементарное простое вкусное блюдо давайте сразу начнем это разогреваем казан наливаем достаточно большое количество масла и жарим картофель наливаем сюда достаточно большое количество масла у меня 8 литровый казан я налью 1 литр и дожидаемся когда масло очень сильно нагреется друзья пока масло разогревается можем подготовить лук кто-то бывает обжаривает казан кебаб с луком но на мой взгляд это не совсем правильно луком нужно замаринованным посыпать уже готовое блюдо для этого берем три небольших щепотки соли и луковицы и нарезаем полукольцами чтобы ушла горечь лук нужно посолить и поперчить и оставить пускай маринуется а потом просто промоем водой 5 2 небольших щепотки соли и пол щепоточки сахара лук здесь можно слегка перемешать посмотрите какой картофель размером то есть вот он он весь приблизительно одного размера на казан кебаб берется одинаковый картофель чтобы он равномерно прожарился почистите его и обсушите его полотенцами либо там салфетками чем угодно для того чтобы просто когда вы закинете в казан это все не стреляла друзья не ради пенки а дай бы не заболеть на улице прохладно 25 грамм для савраева за вас дорогие друзья но масло того времени уже не нагрелась хорошо пошла друзья как проверить масло на то что она очень хорошо сильно разогрет опускаем луковицы небольшой очень сильно шкварчит объясняю почему она должна быть очень сильно раскалено потому что когда вы опустите сюда холодный картофель масло сразу теряет температуру и она уже медленнее жарится либо уже не жарится а тушится и варится можно сказать поэтому раскалите масло очень хорошо от него прям аж должен идти прямо такой дымочек и отправляем сюда картофель картофель будем жарить порциями чтобы он весь был в массы жарим прям до хорошей золотистой корочки во время приготовления можно слегка аккуратно перевернуть картофель чтобы он подрумянился со всех сторон картофель мы доводим до полу готовность друзья приблизительное время жарки вот такого вот молодого точнее маленького немолодой уже наверно картофеля 5-7 минут достаем отсюда посмотрите насколько он румяный и отправляем сразу вторую партию не забывайте поддерживать огонь подкидывайте дровишки потому что огонь должен быть сейчас максимальный друзья лук идем промываем под холодной водой смываем с него соль сахар за 15-20 минут он уже промариновался и добавляем туда укроп такой лук получается слегка сладковатый но горечи в нем практически уже нет берем укроп и мелко крош и добавляем клуб и перемешиваем и по желанию может добавить немного черного молотого перца вторая партия картофеля тоже готова сливаем лишнее масло и отправляем к первой партии в этом же масле теперь обжариваем курицу точно также парки курицу обжариваем также до золотистой корочки в масле пока жарится курица картофель нужно посолить одной щепоткой посолили и перемешайте аккуратно чтобы она не разломалась можно вообще конечно взять какую-нибудь вторую тару и просто это все накрыть и перемешать я вот сегодня так сделаю курицу приблизительно жарим также минут 7 курицу обжарили в течение 7 минут она уже начинает золотиться убираем и и также жарим второй пар курица тоже подрумянилась вторая партия достаем и лишнее масло отсюда сливаем оставляем буквально совсем чуть-чуть курицу тоже нужно посолить и перемешать здесь и также подготавливаем следующие специи понадобится кориандр и зира зиру я перемалывать не буду а вот кориандр я слегка измельчу здесь одна чайная ложка приблизительно измельчаем теперь на самый низ укладываем картофель распределяем его здесь посыпаем небольшим количеством специй берем зиру и посыпаем слегка можно посолить если картошка у вас не соленая кориандр молотый чуть солишки перемешайте и следующим слоем укладываем курицу высыпаем остатки специй зира там пол щепоточки и здесь пол щепоточки молотый кориандр и курочку еще слегка посолить теперь заливаем 200 миллилитров воды и тушим приблизительно полчаса друзья и закрываем теперь крышкой и тушим полчаса на среднем огне либо даже чуть меньше через полчаса картошка полностью готова достаем только аккуратно чтобы она не развалилась потому что она очень мягкая и в центр выкладываем салат из маринованного лука друзья вот такое вот очень красивое блюдо казан кебаб получается по картошке но как вы видите то есть она наимягчайший внутри масла никакого нет очень вкусно достаточно пряно за счет зиры реально можно убрать мы сразу же проглатывает по курочке мягенько хрустяще вкусненько вопрос моих знакомых казан кебаб является одной из самых любимых блюд вкусно клёво мягко мягко пряно короче какие слова вы знаете можете сюда говорить это все подходит этому блюду друзья огромное спасибо кто смотрел видеоролик делайте себе вкусные вещи в казани спасибо до новых встреч пока и и и Субтитры сделал DimaTorzok